добрый день всем привет с вами маша каганович я маркетолог компании western beat сегодняшнее видео на тему которую меня просили и люди которые подписчики нашего youtube канала а также участники нашей фейсбук группе если вы еще не подключились не присоединились к нашей группе пожалуйста ссылочка там внизу присоединяйтесь вопрос такой как ограничить количество покупателей как защититься от плохих покупателей от мошенников от жуликов или так сказать нечистоплотных покупателей их так называют значит большинство экспертов и сам ebay конечно рекомендует ограничивать свое количество покупателей очень осторожно потому что в принципе вы хотите естественно расширить количество покупателей то есть это собственно для чего вы приходите на ebay это чтобы получить доступ к этому маркетплейсу где 175 миллионов покупателей вас ждут естественно ограничивать нужно очень осторожно и хорошо очень хорошо задуматься над тем зачем и почему вы хотите это сделать раньше ebay имел такую возможность например вы могли ограничить свое количество покупателей по количеством отзывов которые есть у покупателя сейчас больше этого сделать нельзя раньше можно было скажем до 5 отзывов или до 10 отзывов почему и бы убрал эту опцию потому что знаете очень много новых покупателей которые не имеют еще звездочек они нормальные хорошие ничего в них плохого нет но к сожалению они только что узнали про ebay и только туда зашли и у них нет еще просто никакого опыта они тоже новички так же как и вы были или есть новички из чего-то начинаете также они поэтому такое ограничение конечно же очень не нравилось покупателям и ограничивало рост ebay и ebay убрал эту опцию но есть определенные инструменты которые все же ebay показывает нам вот я сейчас покажу вам как можно просто на сайте ebay пойти посмотреть это называется боевых уэмэнс то есть требования от покупателя или требования к покупателю все пойдете в сайт про фрэнс из вы найдете там байерс вы куэмэнс значит как вы можете ограничить количество покупателей которые конкретно дают беды на ваш товар и которые покупают ваш товар кстати вы не можете ограничить людей которые просто видят ваш ваш листинге на ebay этого сделать нельзя но вы можете минимизировать контакты с ними то есть они не смогут с вами контактировать не смогут давать вам беды и не смогут ничего у вас купить итак давайте посмотрим на вот эту картинку которая сзади меня значит о чем она говорит перевожу первое вы можете блокировать тех кто не заплатили то есть люди которые что-либо купили и не заплатили что автоматически если вы хотите чтобы такие покупатели у вас ничего не покупали вы можете отметить галочкой и вы можете выбрать сколько раз они не заплатили два раза три раза пять раз да если предположим покупатель заплатил не заплатил больше чем два раза вы не хотите этому покупателю продавать а также вы можете посмотреть в течение какого периода этот покупатель не заплатил предположим он не заплатил в течение одного месяца два раза или он не заплатил в течение целого года два раза то есть вы можете выбрать и количество времени здесь тоже от 1 до 12 месяцев а Вы можете отметить галочкой также тех людей, которые находятся в тех регионах, в тех странах, которые вы не хотите отправлять. Ну, там некоторые боятся, я не знаю, отправлять в Бразилию, потому что там много жуликов. Ну, в общем, я не знаю. Короче говоря, вы можете ограничить количество покупателей в тех странах, в которых вы не хотите ничего продавать. Вы можете ограничить количество покупателей по негативному рейтингу. Если у этого покупателя есть много плохих отзывов и его рейтинг от минус трех, там от минус одного до минус трех, то таких покупателей вы просто, конечно, можете и, наверное, должны блокировать. Я думаю, что это правильная практика, потому что если покупателю оставляют там очень много негативных отзывов, то, ну, понятно, кто же хочет с таким покупателем иметь дело. Однако, хочу вас сразу предупредить, что есть такие покупатели, которым оставляют много негативных отзывов. Они просто закрывают свой аккаунт, приходят, открывают новый аккаунт. Да, вот в этом и есть риск продажи новому покупателю, у которого еще нет звездочек. То, что вы никогда не знаете. Может быть, это тот самый жулик, который уже там наделал кучу делов, Теперь он закрыл аккаунт, и под другим именем он зашел, и у него нет звездочек. Но вот, к сожалению, это тот риск, против которого, конечно, нельзя ничего сделать, потому что таким образом вы будете просто дискриминировать нормальных и хороших покупателей, которые вы хотите, чтобы покупали ваш товар. Значит, и последний, четвертый критерий, по которому вы можете блокировать ваших покупателей потенциальных, Это те люди, которые покупают слишком много у вас вещей, которые уже выиграли аукционы, и вы можете контролировать, какое количество вещей максимально вы хотите продать одному покупателю на руки. Там от одной до ста вещей, то есть там 5, 10, 15. Для чего и для кого создано это ограничение? Это для тех людей, которые продают дорогие товары, и таким образом они просто могут снизить риски, что покупателям не заплатят. Также вы можете там же, в этой же опции, вы можете указать, какой рейтинг покупатель. То есть если это покупатель с хорошим рейтингом, ну хорошо, пускай он покупает хоть миллион вещей у меня, но если это покупатель со средним, с низким рейтингом, то я хотел бы, например, ограничить количество вещей, которые он у меня может купить. А значит вы все вот эти ограничения по своим покупателям можете добавить в существующие и будущие листинги. То есть те листинги, которые уже у вас проданы или на которые даны биды, эти ограничения не будут влиять на них. Так что имейте это в виду, если кто-то нежелательный покупатель у вас уже сделал бид или купил вещь, то эти ограничения к ним относиться не будут. Более того, здесь же, в этой же опции, вы можете блокировать покупателей даже от возможности написать вам что-то. То есть если вы не хотите, чтобы эти люди вам что-либо писали и вступали с вами в какой-то контакт, то вы также можете галочкой это отметить. А также eBay дает возможность делать исключения. То есть, например, вы там выбрали Бразилию, что вы в Бразилию не продаете. Но есть один покупатель, который вы знаете, он нормальный, хороший, покупал у вас раньше, и ему, именно этому покупателю, вы готовы продавать. Можете ввести его user ID, его название в eBay или его email адрес, и он будет в порядке исключения, то есть все остальные из этой страны или там из этого критерия будут блокированы. А вот он один, этот покупатель, сможет у вас покупать. То есть есть возможность делать исключения на основе вашего опыта и так далее. Насколько я понимаю, этот инструмент очень полезен для продавцов, потому что, конечно, те опытные люди, которые уже достаточно много продавали, они имеют поток продаж, они прекрасно понимают, что эти инструменты, они созданы совершенно не случайно, вот, и что с такими, с такого рода покупателями, это сам eBay определяет, ну и мы сами знаем, связаны наибольшие риски. Я надеюсь, что это видео было полезно и интересно для вас. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok